Добрый день, уважаемые коллеги! В стране закончилась предвыборная кампания в исполнительный и представительный орган власти субъектов Федерации, в некоторых муниципальных образованиях. Как всегда, любые избирательные кампании связаны с активизацией политической жизни, со спорами, с дебатами, в прямом и переносном смысле этого слова. Но всё когда-то заканчивается, и я хочу поздравить всех тех, кто победил, выразить надежду на то, что все участники проанализируют то, как они вели эту политическую кампанию, довольны ли они своими результатами, что нужно сделать для того, чтобы добиться большего доверия со стороны избирателей. Ну и в любом случае все приступят с сегодняшнего дня к совместной позитивной работе. Совместная позитивная работа не значит единогласия по каждому вопросу, это означает достаточно сложный политический процесс. Но надеюсь, что действия всех участников предвыборной гонки будут направлены на то, чтобы улучшить жизнь своих избирателей, улучшить состояние экономики, социальной сферы. И в этом смысле все будут объединены одной общей глобальной и благородной задачей – дальнейшей стабилизации нашей страны, укреплению её экономического и социального потенциала. В повестке дня нашей встречи, нашего совещания сегодня обеспечение стабильности на Северном Кавказе. Регион чрезвычайно важный, исторически занимающий ключевое значение для безопасности всей России. В значительной степени здесь определяются наши позиции на всём южном стратегическом направлении, и в Причерноморье, и на Каспии. Это регион с большим демографическим ресурсом, с уникальными природными, климатическими возможностями. Здесь пересечение важнейших международных транспортных коридоров. Всё это хорошая основа для развития, для притока инвестиций, для роста деловой активности. Но мы с вами хорошо знаем, через какие драматические испытания прошёл Кавказ, как много здесь острейших проблем, корни которых уходят и в далёкое, и в недалёкое прошлое. Знаете, я почитываю иногда исторические вещи, в том числе историческую дипломатическую переписку. Я очень хорошо запомнил письмо одного из наших дипломатов, по-моему, из Парижа. Это чуть ли не начало XVIII века, где он пишет, что наконец навести порядок на Кавказе – это так влияет на ситуацию здесь, на отношение к России в целом, в мире, в Европе. Вот всё как было, так и есть, так всё продолжается. А нам нужно ситуацию изменить. А что произошло в последние десятилетия? Ослабление, распад единой государственности в начале 90-х годов обернулись и на Кавказе очень тяжёлыми последствиями, если не сказать кровавыми конфликтами. В ряде регионов вспыхнула настоящая гражданская война. Этим воспользовались международные террористы, которые совершили агрессию против России и народов Кавказа. Террор боевиков вызвал потоки беженцев и перемещённых лиц. Сейчас экономика и социальная инфраструктура деградировали, а в ряде республик она была просто уничтожена. Очень хорошо помню свою первую поездку в Чечню. Первую поездку. Мы прилетели на вертолёте, вышли и встречались с местными жителями в школе. От школы ничего не осталось, кроме стен. На вопрос, проходит ли здесь занятие, сказали, конечно, нет. Сидеть даже не на чем. Парт нет. Вот до такого состояния была отдавлена инфраструктура в некоторых регионах. Откровенно говоря, и в других республиках это было ненамного лучше. Но благодаря решительным действиям федеральных властей, поддержке абсолютного большинства жителей Северного Кавказа, вот это я хочу особенно подчеркнуть, именно благодаря поддержке жителей Северного Кавказа, агрессия международных террористов была отражена. Большая часть бандформирований и ходиозных главарей ликвидирована. Восстановлена работа конституционных органов власти, правоохранительной системы. Мы серьёзно укрепили пограничную инфраструктуру. И главное, начали восстановление нормальной жизни, экономики и социальной сферы Северного Кавказа. Запустили для этого целый ряд специальных федеральных программ. Города восстановили, населённые пункты. Вместе с тем, несмотря на очевидные позитивные издвиги, положения на Северном Кавказе улучшаются слишком медленно. Террористические угрозы, вызовы безопасности окончательно не устранены. Темпы и уровень развития экономики и социальной сферы в Северном Кавказском федеральном округе по-прежнему существенно отстают от среднероссийских. Здесь самая большая в стране безработица, к сожалению, до сих пор, особенно в среде молодёжи. И мы знаем, что это питательная база для всяких экстремистов. В условиях высокой рождаемости остро не хватает жилья, поликлиник, детских садов, школ. Всё это негативно влияет на социальное самочувствие людей, не способствует укреплению стабильности. Решение названных проблем осложняется дефицитом квалифицированных кадров и высоким уровнем коррупции. Мы говорим о том, что у нас в целом по стране эта проблема большая, но на Кавказе она выглядит особенно драматично. Так, в первом полугодии текущего года в округе выявлено более 1600 преступлений коррупционной направленности. В среднем это почти 10 преступлений в день. Серьёзный ущерб экономике наносят хищение бюджетных средств. В 2013 году только органами безопасности обнаружено хищение на сумму около 6,5 миллиардов рублей. Наиболее криминализованными остаются сферы, связанные с госзакупками, кредитами и субсидиями, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством и земельными отношениями. При этом требования федерального законодательства региональными структурами зачастую игнорируются. Например, при размещении заказов на поставки товаров и услуг. Мы также сталкиваемся с деструктивной антироссийской деятельностью ряда зарубежных стран, вынужден сгоревающей об этом прямо сказать, и подконтрольных им общественных и международных организаций, которые по-прежнему рассматривают Северный Кавказ как плацдарм для дестабилизации России в целом, для нанесения нам экономического ущерба, для подрыва влияния России и ограничения нашей активности на международной арене. Здесь хочу подчеркнуть, мы должны более жёстко пресекать такие попытки, давать адекватный ответ всегда. В целом, задачи дальнейшей нормализации обстановки на Северном Кавказе требуют от нас дополнительных масштабных мер. В правительстве разработаны основные направления государственной политики в Северо-Кавказском федеральном округе. Сегодня мы их рассмотрим. Отмечу, что это качественно новый программный документ. Он учитывает современное положение дела в регионе, содержит широкий круг задач и направлений деятельности как на текущую, так и на долгосрочную перспективу. На что хотел бы обратить особое внимание. Первое. Одним из безусловных приоритетов должно стать повышение темпов социально-экономического развития. Абсолютно очевидно, что успех стабилизационных процессов прямо зависит от уровня занятости и благосостояния жителей этого региона. В последнее время в округе регулярно открываются новые предприятия. Так, в этом году введены в строй производства газобетонных блоков и цементных завод в Дагестане, кирпичный завод в Кабардино-Балкарии. В Ингушетии первые партии продукции выпущены на Карабулакском мукомольном комбинате, также на мясоперерабатывающих и молочных предприятиях в Нальчике. При этом финансирование новых проектов осуществлялось за счёт как бюджетных, так и внебюджетных источников. Всё это хорошие примеры, но очевидно, что их должно быть гораздо больше, их недостаточно. Людям, живущим в Северо-Кавказском федеральном округе, нужны качественные рабочие места, современные, так же, как и в других регионах Российской Федерации. Новые возможности для получения жилья и образования, для проведения досуга и занятий спортом. Совершенно недостаточно таких возможностей. Современные условия для воспитания детей. Словом, у людей должна быть уверенность и жизненная перспектива. Второй приоритет – это повышение уровня безопасности в округе. На обеспечение правопорядка и общественной безопасности нужно мобилизовать все силовые структуры, улучшить координацию, качество и результативность их совместных усилий, искать новые методы в борьбе с терроризмом, экстремизмом, криминалом. Всё это – важные условия стабилизации обстановки в регионе для оживления деловой и инвестиционной активности. И, конечно, подавление, нейтрализация террористической и криминальной угроз особенно важны в связи с проведением в 2014 году Олимпийских игр в Сочи. Далее. Необходимо повысить доверие граждан к работе органов власти. В первую очередь за счёт активизации борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностными полномочиями. Надо задать чёткие ориентиры правоохранительным органам в их практической борьбе с коррупционными преступлениями. Вести в обществе широкую пропаганду неприятия коррупции, гордость, честь, чувство собственного достоинства в крови, в характере кавказских народов. И надо пробуждать в людях нетерпимость к любым проявлениям взяточества и казнократства. Четвёртое. Следует более эффективно противостоять попыткам зарубежных государств использовать имеющиеся на Северном Кавказе проблемы в ущерб интересам России. Мы будем и впредь жёстко реагировать на нарушения прав и свободы человека на Северном Кавказе, привлекать к ответственности виновных. Но мы также не должны оставлять без внимания огульные обвинения в некоторых зарубежных средствах массовой информации, докладах международных организаций о повсеместном нарушении, так называемом повсеместном нарушении прав граждан на Северном Кавказе. За собой пусть посмотрят, прежде всего. У них у самих там полно нарушений. Размещение необъективной, тенденциозной информации о Северном Кавказе неприемлемо. Тем более разжигание национал-сепаратистских настроений, что мы также, к сожалению, фиксируем. Адекватно реагировать нужно на такие факты. Задачи, в том числе правоохранительных и внешнеполитических структур, здесь должны быть чётко сформулированы. И, конечно, здесь необходима активная информационная работа, именно активная информационная работа, эффективная, взаимодействие с гражданским обществом. И, наконец, ещё одно. Мы должны разъяснять людям смысл и логику всех предпринимаемых на Северном Кавказе действий, и при этом помнить проблемы, с которыми сталкивается регион. Сложные, многоплановые, в ряде случаев, к сожалению, запущие, надо прямо об этом сказать. Их быстро не решить, но решать нужно обязательно. Здесь необходимы нестандартные подходы, продуманные планы действий, основательное ресурсное обеспечение и жёсткий контроль за реализацией, за расходованием ресурсов. Только так, уважаемые коллеги, мы сможем добиться стратегической цели – сделать Северный Кавказ мирным, стабильным, благополучным регионом Российской Федерации.